И увидеть, что факторный анализ предлагает нам двухмерное решение. Мы его еще применим для того, чтобы сравнить результаты. Но пока что в катписе мы поставим три измерения. Точнее, собственно говоря, факторный анализ нам даст три измерения. Это я немножко запутался. Итак, окошечко supplementary variables предназначено для таких переменных, которые не будут участвовать в анализе и формировании новых осей. Но такие переменные, которые мы хотим, чтобы расположились в полученном пространстве. Например, мы получаем трехмерное пространство из вот этих 12 переменных. И мы хотим, чтобы еще некоторая 13 переменная расположилась в этом пространстве. Нас почему-то интересует, как эта 13 переменная располагается относительно наших осей и относительно исходных 12 переменных. Тогда мы ее, собственно говоря, сюда помещаем. Если мы хотим, чтобы объекты при визуализации данных, повторяю, что катписей достаточно гораздо более широкими возможностями для визуализации обладает, чем факторный анализ. Так вот, если мы хотим, чтобы объекты в этой визуализации помещались не своими номерами, а какими-то другими значениями, сюда мы помещаем ту переменную, в которой значения содержатся. Ну, например, вот, собственно говоря, сити-тайп поместим сюда, потому что существует гипотеза, что отношение к национальностям зависит от типа населенного пункта, в котором проживает человек, поскольку, в свою очередь, тип населенного пункта влияет на то, есть ли большой приток мигрантов или нет в тот или иной населенный пункт. Катписей обладает достаточно большим объемом опций в интерфейсе. Мы не будем сейчас рассматривать все опции. Мы выберем только те, которые нам будут необходимы. Во-первых, мы заходим в кнопочку Options. И здесь мы ограничиваем выводимые измерения. Поскольку CatPCA предназначен в том числе для визуализации, но визуализация многомерного пространства достаточно затруднительна, особенно затруднительна для SPSS, поскольку SPSS в принципе не очень визуальный инструмент. Поэтому мы должны ограничить измерения выводимые. И мы это делаем, собственно, в Options в левом нижнем углу.